У нас вот печка здесь. Мы дрова там сушим. Ну я заложу, а вот там беру, а там не видно повыше, а то там лобок сушится-то. Ну и там старые какие-то лежали, такие баклушки-то. И она как-то видимо встала и заноска вошла вертикально в подушечку пальца большого. Ну вначале сначала не видно, она вертикально зашла. Ну я решил тогда не трогать ничего. Она все нагнивается, наконец она спущилась, побелела, пожелтела. Это значит она там начала гнить. А гной постепенно ее как бы выдавливают. Ну я так понял. Ну даже беру что-то самое простенькое, она не дает. Вот сегодня решили, давай, своя медицина обеззаражить. Вот так. А то копоть-то образовывается, а то копоть-то нормальная разы? Нормально, а копоть-то еще нету. Никогда не надо бояться. Копоть это наоборот, она вся прожарена, там микробов нету. Все, все. Это свечка в церкви, чистая восковая у меня лежит. Ну я положу тут. Запасные я никогда не пользуюсь. Лампадкой не пользуюсь, это огонь, опасно. Ну и вот сейчас думаю его вытащить. Да, я ее визуально стекло, где оно? Сейчас настрою его, держи. А этот будет вытаскивать. Давай. Он уже начинает огонь-то выдавить. Ты направь стекло, как тебе надо. Ты покажи, как. Да я через него все равно ничего не вижу. Ну-ну-ну, посмотри. Что толку-то? Для кадра надо. Давай. Ну конечно. Мне Игорь когда-то напильником зуб лечил. Не знаю, я не вижу тебя из него ничего. Я хотел, чтобы там Марья это сделала. Она говорит, нельзя, Игорь говорит. Увидишь, скажет, врач профессиональный напильником. Так это ее там уволят с работы. Ну ладно, посмотри. Видно, видно все. Смотри внимательно. Даже если ты хорошо видишь, тут увеличительно больше даст. Вот этот глазок-то на глаз-то надевает. Часто щеки, врачи. О, она туда как будто вниже. Ну-ну-ну, выдавливает там. Гной-то выйдет и где-то она появится. Вот так я сижу сейчас и думаю. Вот так инородное тело какое-то у человека. Он не ощущает ее или ощущает? Не ощущает когда-то пьяный. То есть у него там, ну, как будто бы... Ты сделай так, чтобы она видна была. Ну, делали когда операции. Дают ему стакан спирту там в партизанском отряде. А потом ножовкой обыкновенной пилят ногу, кость. Ну, а как? По металлу ее отпиливают и все. Иначе гангрена идет дальше. Это так инородное тело в мозгах. Точно так же. Человек, который... Ну, ему разницы нет. Вот так попал в секту, в ерес какой-то. У него ни толкования, нигде правды нет. Он не ощущает этого. А когда человек живет по правде, идет на исповедь, ощущается, причащается... У него самое небольшое отклонение где-то, он сразу замещает. Где-то неправда. Видит во взаимоотношениях. Я гляжу, вот никто не бунтует даже никак. Аватар, ник, вот выходят друзья. Я... У меня один тут заходит, и каждый день он меня обличает. Ну, это-то легко сделать. Трассовый черный список и все. Но мне интересно посмотреть. Видно, что взрослый, нормальный человек. И вот прикапывается и прикапывается еще-то где-то, где-то как-то. И вот вы осуждаете нас, а мастектантов. Это вы осуждаете. 1700-800 лет были святые, которые все это делали. Умирали за Христа. Они всех отвергли, теперь заново начинают все. И никого не слышат. Я говорю, ну, это понятно. Он организовал, как шаповал Апандре. Он беснуется, орет там страшно, как. Аж сядет, присядет. Дайте автомат, я расстреляю всех. Вот так вот, а-а-а-а, так вот шаповал. Ну, видно там, Алексей Ледяев, там вот эти вот все. Ну, беснующиеся, буйные. Не вижу, Игнать, Насилович. Ну, он этого не чувствует, все. Я не вижу ничего. Ничего, ну ладно, больше нет. Заклей, не дай, чтобы туда дырку не попало. О, Надежда Семеновича. Подожди-ка, дай. Знаешь, не волнуй, не дай. Ты возьми ножницы, подожди, а что ты? Ножницы возьми. А что это такое? Это перекись, это обеззараживающая. Ну, ты куда лезешь? Тебя только держать, ты ассистент. Ты немедленно превышаешь свои полномочия. И вот это инородное тело. Что надо делать? Вот это одна маленькая заноска. Я прочитал недавно там, у кого-то околосердца бывает там. И он всю жизнь прожил с этим. Побольше, побольше. Ты можешь в это время помолчать? Ты даже сейчас. Страшно, когда человек... Он ведь просил, я ответил. Не надо отвечать. Как не надо? Я у него спасил сколько надо, я же не знаю сколько надо. Ты только палец один раз вокруг обойти и все. И у него осколок под сердцем был. Сколько его... Надо окручивать туда, наверное. Нет, ничего не надо. И говорят, вот покушение на Гитлера было, а у него взорвало ногу-то там... Больше ста осколков в ноге было. Представь себе. Это как же так? А как она могла так, это... Мелочь там такая быть? Так. Ну, все. Все. Ничего я не знаю. Ну, так вот. Из этого только вывод сделать, какой по-духовному. Ну, вот еще, смотри, она смотрит как внимательно. Она смотрит, все, ну, все. Эта рука тебя гладила, смотри. Да на, это рыжая. Сейчас я Палю позову сюда. Паля. Вон она. Ну, ты успевай в это время, ты медленно реагируешь. Паля, иди сюда, иди ко мне. Паля. Паля, иди скорее. Вот сюда, иди скорее. Ну-ка, иди. Ну-ка, давай сюда. Где она? Вот она где. Вот она пушистая где. Подожди, подожди. Она думает, что мать ее ударит. Она ее гонит теперь? Ну, давай. Ну, смотри. Ну-ка. Ну, еще такое. О! Вот инородное тело. Когда тело само по себе, тело это церковь. И когда инородный элемент это дело, как все страдает и болит. Вот самая большая радость. Для меня нет больше радости апостола говорить, как слышать, что дети мои ходят в истине. Все нормально. Отсюда сделаем вывод, что и нет больше печали, как слышать, что дети уклоняются в ересь, заблуждение, отпадают от церкви. Я на это насмотрелся сколько, а этой печали нет конца. Ничем не объяснимо. Человек был, принимал крещение. Ну, как правило, это подкаблучники. Она, жена, начала ему что-то говорить. И что-то говорить. И все, его нету. И он больше не появляется нигде. Она хороший видный человек. Небольшое качество. А это небольшой изъян, это смертельно опасно. Тогда все перевернуто в сознание людей. Почему? Это инородная мысль, вторглась, инородное тело. Семья, это муж, глава, жена, тело. И вот тут заноза вонзается, подозрения начинает. Ничто так не разделяет людей, Златоуст говорит, как подозрения. Больше всего расторгает дружбу. Мне приходилось, где бы ни было, со священниками. Вот сейчас выставили ролик, мы были где-то. И священник такой страх показывает. Прямо невероятный. Что только бы не узнали, только бы не было. Телевизор, почему телевизора боится, а в интернет разрешил поставить. А другие сегодня отзывы дают, и сплошь и рядом. Только об одном говорят. Он пьяный, наверное, был. Так может, он такой и есть. Но главное, страх-то, какой бы он ни был, наоборот, если пьяный был, так меньше, может быть, страха было. Боль-то при разуме, когда делает обеззараживающее, не обеззараживающее, а обезболивающее. Вот во времена Пирогова, как они там, Севастопольская оборона когда была. А у него вот рядом стояли две, что ли, кадушки. И туда эти отрезаны кисти, ноги, руки туда бросали. Наполняли и выносили. Как это было сложно, трудно. А это через это чуть-чуть, как Господь напоминает. Ну, маленькая, но если там зараза пошла, то она может далеко пойти. Вот у меня палец. Я когда показываю палец, видишь, он какой. И вот здесь вот черные ногти. Наполовину, что означает? Ну, мы там жерди катали, березовые, и она между ними зажала. Пальцы были черные. Вот за два месяца, насколько, это два месяца уже, 10 октября, даже больше. Ноябрь, декабрь, два с половиной месяца, вот, слишком. Вот сколько белого-то, так, потом можно посчитать, насколько много. Зажало, а тут-то нету. Как Моресев летал, говорит, уже без ног, ему там прострелили ногу. Вот он вернулся, там посмотрел, протесты простреленные где. Вот на это когда смотришь, все, а это я военный день. Кто спрашивает, что такое, я говорю, немец, это меня повредил. Как немец? Вы же с 39-го года, война закончилась, а мне 6 лет. Смотри, она вытаскивает ручки. Потихоньку убери, она живет там. Валя, иди сюда. Она жала, что-то, смотри, это не умеет делать. Вот она тут, я беру. Специально Володя мне оставляет рыбу. Ну-ка, иди сюда. Держи, держи. Ой, как она любит ее. Ой, да смотри, ну-ну, давай, давай. Вот так. И поведение это, говорит, было весьма страшно. И люди не знают, что они поиски. Понятно, говорит, когда изничтожного, ну выключи-то, там можно выключи-то, это же. Изничтожное, изничтожное, полезное. Вот это маленькое Господь дает, чтобы мы почувствовали. А как теперь, которые там раненые. Когда он написал, Сергей говорит, рак съедает мое нутро. Лежит парализованно, да еще рак признали. Вообще, даже вообразить нельзя. Не оправиться, не сходить уже 14 лет. Ну, все, все перенес, поприще заканчивается, помоги ему Господи. Здесь немножко просто напоминается. Но это немножко бывает незначительно. Вот это я хотел сказать палец-то, что от немца. У нас военное дело было. Какой класс был, сейчас я не знаю. Ну, может быть, седьмой. Военное дело преподавали в школах. Ну и дали там винтовка, там штык. Детям свободно. Мы в классе одни, а штык сняли, а он плохо надевается. Почему? Там внутри, который надевается на ствол, у него зажавило все. Я палец вот так вот заткнул, пальцем начал. Ну, а как убрать-то? Больше нечем. В это время из соседнего класса забегает пацаненок. Как рванул, с чего его кинул немец какой-то, Маурер или кто-то. Рванул штык, так себе я говорю, подожди, у меня палец застрял. Он взял его, давай вот так крутит. Ну, палец-то открутил мне. А там ржавщина попала, начала разбухать. Думали, кисть отрежется. А здесь нету ничего такого шарщина. Оказалось, что у меня тут фаланга, там ничего не было, раздроблена только. Главное, изгиб-то целый-то где-то. Зима, холод такой. Я у них там на квартире, где брат учился, остановился. Врач-хирург молодой делает. Я говорю, ну что, она напухла, тут все идет. Я не знаю, это теперь вся рука где-то. Я говорю, ну руку-то это много, ну а палец-то можно отрезать. И домой. А дома, когда кто-то поехал какой-то на телегах зимой, кто-то, рука мерзнет, так-то она мерзнет. А температура тогда была 30 с лишним градусов. Я на этом сижу, на санях-то согнулся, руку-то. Домой-то приехал, она ничего не чувствует. А мать-то ничего и не знала. Я из корчины в шарщину. А шарщина 20 километров. Да и зимой надо найти было, кто едет. Вот это какое дело-то было. Ну и дома-то вообще лекарства ни одного врача нету. Но у матери было лекарство какое-то такое вот в виде пальца. Прости, Господи, называли чертов палец. Название какое. И его скоблили. И он как кварц, кварц такой полужелтый был. И скоблила она помаленечку. И это засыпало, и все затянуло. А как? Ну, очень так вот. Здесь у меня, видишь, какой палец. Я сделал, или брат меня сделал пугач. Трубка так привязана на дерево. И там то спище голову туда натолкаешь, побольше натолкешь. И потом ба-бах. Ну и мы. Я пошел к отцу. Отец-то не знает, что у меня в кармане оружие-то. Но я уж большой был-то. Уже, наверное, в третьем классе учился. Я сижу, как сейчас помню, на коне. Заворачивать там коров поехал. На коне, верхом. И в это время решил там, кто там кого-то напугать. Птички там были, или что. Ну, не знаю, что-то так. Я его решил тут прямо здесь. Оно рвануло, когда она трубку-то разорвало. И полосануло мне, и развернуло вот так вот. Разворотило вот это, видимо, до кости. Плоть-то на большом пальце. Вот он какой остался. Его видно даже. Ну, и я еще зажал ее, кровь течет. Отец ничего и не знает. Я подъехал, а тут у меня все залило кровью-то. Ну, домой меня послали. Мать опять за этот палец его почистила. А если пальца нет, у нас был старинный царский пятак. Так они убрали этот пятак медный. И, делал, у меня что-то в животе болело. Так мать меня подшлет в погреб. А там у ней стояли фляги или какая-то посуда такая большая-большая с медом. Ну, такая килограмма пятьдесят. Ну, и она знала, что я болею, желудок-то. Она мне посылает, сынок, накопай там меду-то, кто-то пришел. Ну, я накопаю, а ложки-то остаются. А ложка такая вот, как полусфера отрезанная. Такая твердая-твердая, а оттуда никак не выходим. Я его в рот. А мать мне, когда наскоблят вот это, от пятака-то, чтобы у меня там внутри там что-то зажило. Сам народ знал, чем лечить это. Я этот пятак-то с медом даю и ем медный. Ну, там помаленьку где-то. Говорят, курица там легко болела, ногу сломала. Так давали пятак. А потом, когда она была заколота, у ней колечко вокруг перелома. Колечко. То есть это было. Ну, правда или неправда, не знаю. Ну, и с этим так же. Вот придавило, когда главное. Эти-то придавило с кровью. Сейчас вот уже мало остается черного. А этот-то его нету, его не задело. Я считал, про одного он деньги. Деньги получил, много денег, а узнали. А он взял деньги к ноге, привязал деньги к ноге. Ну, и пошел. Они его поймали, где-то в кукурузе-то. И ногу ему отрезать долго. Кто-то закричал, чтобы... Они взяли ногу-то у него и отрезали. Оторвали ногу-то. А он в больнице лежал и радовался. Ногу-то не туго, говорит, отрезали. Ну, у меня деньги на другой ноге были. Он даже радовался, лежал. Ну, это там где-то в Бразилии или в Чили. Даже невероятно. Как это можно было ногу оторвать, срезать? Вообще, из-за денег. Это все мне мысль пришла. Сейчас сижу. Ой, они меня жалеют. Жалеют. Немножко. Вот христиан, когда мы мучили, они даже виду не подавали, что больно. И говорили о них как? Ты сейчас не разговариваешь, да? Не разговариваешь. Но все равно тебе нельзя, чтобы... У кого-то уже не умещается, что я говорю. Ты так ребенком стала маленьким. Говорят, слушай внимательно. Понимаешь, как вот я когда говорю, а в это время всегда старается кто-то забивать. Даже во время проповеди. И говорили о них. Ты же не знаешь, что там в житиях. Они говорили. Давали отчет о христианах. И говорили, их мучаешь, они не чувствуют. Они как деревья. Бог обезболивал. И они не чувствовали. Делали сосуды такие, там крючки разные. Или вот Екатерину большой короб задел тебя ее. Это колесо крутят, а там малое пространство. А на колесе там разные крючки. И колесо проворачивает, а оно доходит. Ну, его, наверное, выше-ниже можно было делать. А оно с крючки мясо на них висит. Отрывалось. Вообще даже вообразить нельзя. И однако выдерживали. Вот сегодня, говорят, выбивали показания. Но это трудно, это невозможно. Абаку, когда арестовали, он и говорил там. Я никогда не знал, что тут так мучают. Сам же был министр. Он генерал-полковник, наверное, был. Министр внутренних дел. И когда его обвинили, там, что-то после войны, там, эти богатства. С Германией гнали вагонами, а не вагонами. Вот, и его мучили. Потом он делал отчет его. Он весь изменился, посидел. Мы когда это не знаем, а так считаешь, допустим, они друг друга преследовали. Я все отсюда иду дальше. Я про Маленкова узнал-то, когда он там был в Усть-Каменогорске, начальник этой, как это называется, гидростанции. А потом пенсионером был и ходил в церковь. А когда он ходил в церковь-то, я могу только догадываться. Это где-то 60-то... нет, намного раньше. 56-го, 9-го... Ну, это в 58-м году я там проезжал на практике был. И говорили, тут Маленков работает, Георгий Максимилианович. И потом ходил в церковь, по намарем был. Это для меня было открытие, я не знал. Представьте, он был просто председатель Совета Министров и прочее. А они мучили друг друга. Попадали, когда их... Я-то все припомнил сразу. Вчера сидим, когда что-то не так, у меня сразу в мыслях. Какой опыт человек приобретает на маленьком. Напоминает, свербит все. А как? Там какие-то нервы тянутся, говорят. Я их не видел. И они в одном человеке столько нервов от каждой клетки, что их хватило бы, говорит, опутать земной шар. Да невероятно, да не может быть. В одном человеке. Каждая клеточка в человеке. А это не миллион, а там сколько-то миллиардов клеток. И от нее идет болевое ощущение к мозгам. Отдельно. Отдельный проводок. Поэтому оно более всего кипит и проще. Ну вот, сегодня мне дал Господь утром размышление. Вот такое. Во славу Божию. Спаси Христос. Это у меня Крюшков сегодня прислал за ночь. Феодорита. Пророчество Ветхого Завета. Видишь как? Пророчество Ветхого Завета. Вот они где. Это я начитывал. А сейчас они их оформляют. И каждый ролик. Два часа двадцать четыре минуты. Два часа двадцать две. То есть это файлы. А тогда была дорожка в одном направлении. И вот она здесь. Почти все одинаковые. Сорок четыре секунды. Два часа двадцать две. Вот подряд все. Пять минут и пять. Вот совершенно два ролика одинаковые. Секунда в секунду. Видишь как? А этот побольше. Сорок четыре. На тридцать девять секунд подольше. И вот они решили оживить, выставить. Они у меня стоят на сайте. Я не знаю посещаемость. Смотрят, нет. А тут сразу только выставишь. И уже один-два человека зайдут. Пророчество. Ну как оно слышно? Сейчас я посмотрю. Подожди-ка. Узнать. Маленько хотя бы. Стоять. Вот так. Двадцать девятый том. Творение святых отцов. Творение блаженного Феодорита, епископа Кирского. Часть четвертая. Толкование на книгу пророка Даниила. О как. Глава седьмая. Стих пятнадцатый. Вот это я насчитывал до ареста еще. То есть это было у меня до восьмидесятого года. Хранились пленки неправильно, потому что прятали под землю, закапывало. Я не знаю где. Они сохранились. КГБ не нашло. Загонялись-то зачем? Даниила. Святых отцов. Все отнимали, сжигали. Это крепкая советская власть. Она была некрепка. Ее ветром сдуло. Как в одном где-то вот так фотографии. Горбачев руки поднял. Говорит, нет, не я. Она сама развалилась. Ну кому она мешала толкования, Феодоритов? Изъяли пленки. А я насчитывал, старался. Вот теперь. Я подальше сейчас продерну. Вот видите-ка. Толкование, Феодоритов, Прекрасно, Ветхий Завет. Где оно есть? Оно у меня есть. Я насчитывал тогда. В общей сложности в это время я насчитал около 50 книг. Вот Григория Диченко. Каждая книга где-то 750-800 страниц. Вот. Теперь вот я выставляю. А у кого есть это? Ну если есть, то покажите, где оно есть. Я думаю, не найдут нигде. Это полностью. Там какая книга сейчас читали? Восьмая. Толкование. Это православное все. Выдавал 12 томов Златоуса, 12 томов Жития Святых, 5 томов Добротолюбия. У меня сокровища на нашем сайте. А теперь это вот постараемся выставить уже в Ютубе. Притом по одной дорожке. А что это там находится? Ну, это я сейчас даже могу показать, где и стоят. Стоит и неизвестно, ну, как оно там. Вот это я захожу сейчас, вот. Вот. Теперь что? Это во свете Библии наш православный библейский сайт. Вот это звук и видео. Вот я нажал его. Вот. Теперь здесь Библия насчитана, архипелаг ГУЛАГ. 12 томов Златоуста. Вот. А надо узнать, если. Я воткну Златоуста. Вот они. Каждая цифра – это дорожка. Каждый том. Вот сколько? 12 томов. Вот. А здесь отдельно снимать можно было. Брали люди. Но неизвестно. Не отображаются. Разбитые по частям, по тамамам, по победям Андреем Крячковским. Знаете ли вы, что в аудио это есть? Андрей Крячковский. Вот я вам покажу потом. Я его не знаю, не встречался. Вот нашелся человек, я просил, господи, пошли мне добрых помощников, наставников, советников. И одновременно Новиков Сергей Александрович. Дальше Сергей Евтушенко из Новосибирска. И одновременно пришли, и все начали по разным материалам работать. Теперь я вот возвращу на место, показать. А откуда он взял это? Житие святых, доброта, любие. Григорий Дещенко. Четыре. Разные духовные материалы. Сейчас я нажму. А, вот. Пророчество Ветхого Завета. Восемь. Восемь – это что означает? На одной – это четыре дорожки. Это две пленки были. Ефрем Сирин – восемь. Обязательно четверка. Игнатия Брянчанинова – двенадцать. Это три пленки. Каждая пленка, ну, пленка называлась – это катушка. Восемь часов – двадцать минут. Иоанн Кронштадтский. Тоже три полных катушки. Двенадцать. Двенадцать умножить на два часа. Каждая. Вот уже и двадцать четыре. Цветник духовный. Апокалипсис толкования. Вот она. Книга первая. Каноны церковные. Теперь уже обработали. Ну, то есть, у меня огромное богатство. Теперь я его выставляю. Каждый день по десять роликов выставляю. По десять. Теперь назад, если вернуть, вот разные духовные материалы. И не православные, но полезные для православных. Хотя и спорные. Вот я теперь нажимаю ее. Начинается. Отец Дмитрий Дудко. Наши беседы. Александр Менем. Наум Борщуков. Гордеев Миша Балдусев. Город Фрунзе. Александр Мень. Вот, а там беседы с этими людьми были. Это Александр Пивоваров. Отец там Россий Юрасов. Геннадий Фаст. Те годы были, когда это. Им самим. Тут без названия даже. История церкви. Шмемана Александра. Атьмы к свету. За это меня судили. Произведения разных-разных авторов. На религиозной теме. Лев Толстой. Тургенев тут у меня. И Чехов. Кого только не было. То есть я очень-очень много перебирал литературы. Тонны, наверное. Не килограммы. Печаль Сатаны. Мария Карелия. Перевод княгини Кропоткиной. Поэзия. Библейские мотивы. Тоже четыре. Ой, как это все набиралось. Противосектантские материалы. Шестнадцать. Это четыре кассеты было. Вот выходит. Теперь Рогозинок. Кто же этот? Тайны святых. Иванова. Трагедия Русской Церкви. О! Трагедия Русской Церкви. Ее еще нету. Она не работает. Фома Кимпийский. Вот видите, сколько всего было. Отец Арсений насчитанный. Протопопов вакуум. Тоже четыре. Дорожки. Понимаете? Это невозможно даже поверить. В маленьком пространстве все было. Еще попутно сказать, допустим, творение святых. Вот жития святых. Воткнул сейчас я. Вот я выбрал из всех с каждого дня. Там разные-разные века. То первый век выбрал из 12 томов. 365 дней на каждый день жития святых. Выбрал первый век, потом второй. Потом вот век третий. А вот четвертый какой он был? Четвертый. 48. Ну, 48 отозначает 12 пленок. По четыре разделить где-то. 12 катушек. По 375 метров. Четыре дорожки. Век пятый, шестой. Все делятся на четверку. Вот оно как. До век двадцатый. Тут за это меня судили. Этих мучеников пропустили. А в двадцатом коммунисты расстреляли. Не давали. А вот внизу каталог жития святых. Вот это все насчитано много. Я ткнул. А вот теперь. Вот они. Все святые. Какой век? Первый век. Кто? Захария пророк. Ну, сколько? Три страницы. Тут написано. На каком метре указано было даже. 7 сентября. Сентябрь это начало года по-серковному. С сентября. Мученики все. А вот здесь количество страниц это жития идет. По странице больше. Тут самое большое это 10. Кто? Дионисий Ареапогид. Это в первом веке. Вот дальше. Это все первый век. Вот я сейчас прокручиваю. Какая таблица. Какого числа? Какое святое? К какому веку относятся? Файлы. Вот я сейчас промотаю все это. Вот смотри. Ну, а там мелькает-то сколько? 1173 строчки. Вот мне немного тогда помог Сергей с этим разобраться. Пупков разнести. Видите как? Легко можно узнать. Кто такой это? Прокол. Агаф. Пьян Златоуз. Житие его. 61 страница. 61. Файл. Вот. Шестой файл. Это НИЛ 22. Строчки это. Все. А тут мелкенькие были. Вот сколько их. Восьмой файл. Ну, вот Исидор Пелосиоцкий. Вот 7, 17, то другое. А есть еще больше. Тогда много здесь будет. А длина-то каждого это 375 метров. Дорожка 2 часа 5 минут. Вот. Восьмнадцатый файл. Вот сколько много. Сейчас это. Македония пустынник. А так как каждый век начинался у меня с новой катушки, остатки какие были дорожки-то заполнял святыми. Вот слово Исаакия Сирина, Кирилла Туровского, послание Климента, 19-20. Как не знать-то? Как вот завидует, когда смотрит, еще завидует. Как одна женщина там училась много. И она говорит, ну, что завидуете-то? Когда я училась, там защищала диссертации, все проще. А вы только за мужиками ухлестывали, ничего больше у вас и нету. И поэтому еще завидует-то. Я тоже могу сказать. Это в это время пили, гуляли, бабами баловались. А теперь завидуют. Ну, смотри, сколько. Вот это я все продергиваю. Каждый век. Вот смотри. Каждая строчка, за ней стоит труд. Начитать. Не просчитать, а начитать. Чтобы оно слышалось. А то я все попутно говорю. С чего надо. Потому что сознание людей, ну, очень поврежденное. Вот назад вышли. Видишь как. И вот Андрей Кричковский сегодня ночью мне это прислал. А как узнал? Ну, вот я захожу в наш... И вот мой мир. А вот мир, мой мир. Вот как это? Вот так. Я захожу, ага, вот пророчество Ветхого Завета. Ага. Взаимно приветствует. Теперь я ткнул в нее. И вот он оказывает, где... А вот оно где. Он прислал. А вчера было тогда, что тогда было. Пророчество Ветхого Завета. Ткнул. Теперь открывает их. Первое, второе, третье. А я вчера скачивал. Так разве это другое будет? Наверное, другое. Это Феодорит. Интересное. И главное, семь. И там восемь было. Неужели оно заново одно и то же? Сейчас вот первое. Как оно будет выглядеть? Счет скажет. Толкование наведения пророка Данила. И бесполезно. Ну-ка вот. А вчера, что он мне прислал? Я уже перекачал. А там ночью встал сегодня. Пол первой ночи. И вот за ночь постарался закачать. А теперь где? А вот загрузка. Компьютер зайдешь. А вот они им. Вот первое. Теперь как оно? 29-й том. Творение святых отцов. Творение блаженного Феодорита, епископа Кирского. Часть четвертая. Толкование наведения пророка Данила. Придескопа Кирилл. Придескопа Кирилл. Так это одно и то же уходит. Если бы всякому удобно было объяснять про вещание Божественного. Так это он повтор делал там. Вот хорошо, что я посмотрел. Видишь как? Это у меня уже есть. Он заново его скинул. Слава Богу. Это все мне начнется. Показал пальчик. Одна заноска. Вот видишь, лазит туда. Дует оттуда холод. Закрывать надо. Это на колюшке все это делает. Все. Продолжаем дальше. Продолжаем. 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 Продолжение следует...